В принципе, эти условия выполнимы. Я думаю, что для НРД не составит проблемы передать данные по конечным держателям иностранных ценных бумаг, которым Евроклир должен заплатить купоны, дивиденды, основных сумм долга к погашению. И, кроме того, НРД поражает готовность отказаться от комиссии за перечисление этих средств в пользу держателя, что также является одним из условий Еврокомиссии для разблокировки. Да, в целом, потенциально это возможно. И сейчас, на самом деле, многие уже пошли пробовать. Если до этого мы только гадали о том, можно ли будет получать разрешение на разблокировку, это было наше предположение, что это можно, наверное, сделать для неподсанкционных лиц, поскольку НРД является лишь держателем активов, но не их собственником. И после вот этих разъяснений стало понятно, что, в принципе, можно пройти и авторизовать вот такой перевод. НРД должен получить от иностранного депозитария какие-то конкретные инструкции, потому что все-таки документооборот между депозитариями — это достаточно формализованный процесс. И в соответствии с этими инструкциями их выполнить, подав те поручения, которые устроят вышестоящие депозитарии Евроклир и Клирстрим. Раскрытие данных о конечных держателе ценных бумаг периодически происходит по запросам эмитентов. Обычно это добровольная процедура, когда, например, иностранный эмитент ценных бумаг хочет узнать, кто является конечный держатель, он направляет соответствующий запрос через вышестоящий депозитарий, который спускает его по цепочке всем дальнейшим депозитариям. Поэтому если речь идет о разблокировке платежей в сторону НРД, я думаю, что НРД может собрать с согласия держателей иностранных ценных бумаг информацию о том, что они являются держателями, и передать эту информацию в Евроклир. Очень важно не просто получить некий акцепт. История санкций знает ситуацию, когда были получены лицензии, однако они не были исполнимы на уровне конкретных финансовых институтов, когда речь шла уже о разблокировке. Поэтому мы договоримся об общих правилах, о том, как будут разблокированы активы. Это очень важно также в этот момент договориться с финансовым институтом, кто будет работать по этой лицензии, то есть с западными контрагентами, кто получит лицензию, и она должна быть также исполнима с их стороны. Поэтому биржа и НРД максимально приложили все усилия для того, чтобы проработать механизм разблокировки. У нас, как у НРД, есть информация о своих клиентах, прямых профучастниках. Всю идентификацию, исполнение требований по идентификации конечных клиентов осуществляет непосредственно сам профучастник, который имеет с нами отношения. Более того, если посмотреть внимательно правила НРД с 2014 года, были внесены изменения, в рамках которых было четко указано о том, что профессиональный участник, клиент НРД, обязан соблюдать требования санкционного законодательства европейского в части тех активов, которые хранятся в Евроклире. Основным препятствием здесь является прежде всего подсанкционный статус самого собственника актива. То есть те клиенты НРД, которые сами находятся в санкционных списках, очевидно, что для них активы не будут разблокированы, они так и останутся замороженными на счетах. Также не знаем еще пока наверняка, будет ли выдаваться разрешение на разблокировку непосредственно ценных бумаг, которые не пытались перевести до попадания НРД в санкционные списки. Пока что мы только теоретизируем о том, что можно их разблокировать, но вот ждем сейчас первых успешных кейсов в течение буквально одного-двух месяцев. Пока, мне кажется, нет политического решения и нет убежденности в том, что Евроклир действительно настроен на разблокировку активов. Я думаю, что, скорее всего, до принятия политического решения, которое будет являться каким-то компромиссом, возможно, разменом или, например, встречным снятием блокировок, когда российские регуляторы позволят иностранным инвесторам, нерезидентам получить дивиденды по российским ценным бумагам, либо продать эти ценные бумаги, а, соответственно, иностранные регуляторы разрешат Евроклир провести выплаты в сторону российских депозитариев и российских держателей. То, что Евроклир просто так хочет сделать подарок и позволить получить российским держателям, получить деньги по иностранным активам, в это верится с трудом. 12 августа Еврокомиссия четко дала понять в своих разъяснениях о том, что все несанкционные конечные инвесторы получат свои активы. Более того, был детально прописан механизм разблокировки, а именно разрешение локальных регуляторов. Поэтому, на мой взгляд, мое экспертное мнение имеет смысл подождать и, соответственно, уже принять решение и следующие шаги после того, как станет известно о том, что общая договоренность состоялась. Это и деньги, и ценные бумаги. На самом деле, очень многие забывают про деньги, но денежных средств тоже достаточно зависло в МРД. Соответственно, они не только в Бельгии, но и в Германии, и в Люксембурге. Соответственно, там они на счетах в банках европейских зависли, и там тоже можно пробовать их разблокировать. Еврокомиссия сказала, что, в принципе, сделки, которые должны были, платежи, которые должны были быть проведены до 3 июня 2022 года, то есть это дата, когда МРД непосредственно был включен в санкционный список по 269 регламенту, то вот эти вот платежи, они могут быть освобождены на основании специального разрешения регулирующего органа. В данной ситуации это, скорее всего, будет регулирующий орган Бельгии, их казначейство, которое выдает соответствующее разрешение. Мне кажется, реалистично надеяться на то, что будут хотя бы частично разблокированы, уже причитающиеся к выплате со стороны Евроклир купоны и дивиденды по иностранным ценным бумагам. Это суммы, которые иностранные имитенты выплатили, и они находятся внутри Евроклир, но Евроклир их не перечисляет НРД. Мы надеемся, что нам удастся договориться об общей лицензии. Это позволит конкретно инвесторам сэкономить и в части денег, и в части времени свои затраты на получение этих лицензий. Безусловно, можно действовать на каждом этапе. Еще раз, как я говорила, у каждого шага и времени этого шага зависит стоимость, конечный кост для инвестора. Хотелось бы отметить, что все прямые отношения установлены у НРД. И как только инвестор самостоятельно подает такую лицензию, необходимо установить факт владения, простроить всю цепочку владения от конечного инвестора, включая профучастника и до НРД, для того, чтобы доказать, что именно его активы там хранились. И это может, во-первых, привести к тому, что это будет слишком затратно, во-вторых, слишком долгое установление самого факта. Мы же планируем разработать подход и договариваемся о таком подходе, при котором эти факты устанавливать не надо будет, можно будет в каком-то упрощенном порядке получить активы. Сейчас мы как раз видим потенциал именно в частных инвесторах, в том, что они сами пойдут, подадут заявление соответствующее, и поскольку они могут доказать как раз свой неподсанкционный статус и попробовать получить разрешение на перевод своих активов. Обращаться необходимо к юридическим консультантам, которые в сотрудничестве с местными консультантами, с Евроклиром также и непосредственно с Еврокомиссией подают соответствующие заявления в казначейство Бельгии для расплакировки активов, которые на Евроклире заморожены. Получение разрешения на перевод занимает более двух месяцев, как правило, от двух месяцев, ну плюс еще, естественно, время на подготовку документов определенного. Максимального срока нет, потому что это нерегламентированная процедура, соответственно, сроков каких-то официальных не установлено. Думаю, что договориться о такой частичной разблокировке реалистично до конца этого года, но дальше уже будет видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова